В Мариуполе уже началась подготовка к эпидемиологическому периоду. В связи с этим, сегодня начальник управления Департамента здравоохранения Ольга Голубченко и главный педиатр города Ольга Дерюгина провели пресс-конференцию. Ольга Дерюгина отметила, что вакцинация является основным методом борьбы против гриппа. Плановые профилактические прививки проводятся всем детям и взрослым, которые не имеют медицинских противопоказаний. Стоит отметить, что прививка против гриппа является необязательной, но Ольга Дерюгина предостерегла родителей от отказа прививаться, поскольку это чревато осложнениями при протекании болезни. Однако за бюджетные деньги привиться смогут не все желающие. За бюджетные средства планируется привить всего, мы получаем всего 500 доз данной вакцины. Ну а остальным желающим, так сказать, предлагаем привиться платно. Ольга Голубченко затронула проблему вакцинации от туберкулеза. Эта прививка является одной из десяти обязательных в нашей стране, поскольку Украина находится на седьмом месте по заболеваемости туберкулезом. К сожалению, показатели привитости детей первого года жизни от туберкулеза за 8 месяцев 2016 года в Мариуполе не особо радуют. Данный показатель находится на низком уровне, что связано с недостаточным обеспечением иммунобиологическими препаратами. Так, план вакцинации детей БЦЖ выполнен на 34,2%. Против дифтерии выполнен на 20,2%. Против гепатита 55,6%. Против кори 77,9%. При этом стоит отметить, что для создания иммунной прослойки уровень привитости детей должен достигать 98%. По словам Ольги Голубченко, ситуация действительно была в этом году очень сложная. Но сейчас все стабилизировалось, и вакцины, в том числе от туберкулеза, появились. Не было прививок БЦЖ, у нас не было прививок против бешенства. Единичные, которые там были у нас, мы перераспределяли при показаниях с одного лечебного учреждения в другое, и поэтому было сложно все. Сейчас мы ожидаем получения БЦЖ, и поэтому мы хотим это донести до жителей, и до наших мамочек, до наших родителей, потому что дети новорожденные были непривиты. И поэтому нам сейчас хочется сказать, что мы получаем прививки БЦЖ, педиатры будут вызывать родителей и прививать детей. И у нас сейчас стабилизировалась ситуация по прививкам остальным. Это и против бешенства, и против столбняка, и коклюш. То есть мы стали их получать, эти прививки. К слову, вакцинация против туберкулеза будет абсолютно бесплатной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!